У них сложилось мнение, что из России едут проститутки и работяги, все. В принципе, это мнение у всех такое. Девочки, закупаем яйца, делим белки. Одно яйцо можно на два дня растянуть. Тепло от них или просто вежливость? Вежливость. Тебя угощает кофе? Всегда. Я тебе сказала, товарищи, даже не завидуйте. Она намного моложе нас. Это критерий успеха женщины. Всем привет. Сегодня, как и обещала, будет новое интервью с Юлией. И она нам расскажет разницу между Италией и Францией. Как вы помните, Юлия прожила в Тоскане очень долгий период времени. Вот расскажи, Юля, что тебя сразу удивило, к примеру? Назови три вещи, которые тебя удивили. Ну, давайте вернемся к истокам, когда я только переехала. Допустим, Франция и Италия, это разные, абсолютно разная, разный менталитет, культура. Ну, не будем, конечно, говорить о Франции, которая находится. Это Канны, Мицца, это юг Франции, это, конечно же, совсем другое, не как на севере. Я переехала в Пе-де-Луаре, это долина Луары. И я переехала летом, это было июль. В Италии было, допустим, 38 градусов жары, и я приехала сюда в шортиках и в маечке. Здесь было 13 градусов. В июле? Да. Вот это да. И уже Франция встретила меня не очень приветливо. Во-вторых, конечно же, кухня, язык, характер французов. Итальянцы, чем нам ближе, во-первых, язык более легкий для человека, который говорит на русском языке, потому что французский, когда ты говоришь на французском языке, ты используешь все мышцы лица, работают. Поэтому это всегда напряг. Но они же близкие языки. Мне кажется, итальянский очень близок к французскому. Да. Очень много похожих слов, потому что там есть база латинского, поэтому очень много похожих слов. И мне было довольно проще, потому что я с итальянским сравнивала многие слова. Ну, французы, тех французов, которых я узнала, они более закрытые, более экономные, более расчетливые. У них все запрограммировано. Они знают, что будет завтра, послезавтра, они, допустим, летом программируют уже отпуск, зимой, и зимой программируют отпуск летом. У итальянца, наверное, типа маньяна, да, они не знают, что завтра. Ну, итальянцы, они более горячие, более открытые, это более похожий тип к нам. То есть парень-рубаха, как бы открытая душа, то есть любой итальянец там, чао, бена, вини, они тебе угостят кофе там на последние копейки. Ну, может, ты просто моложе тогда была? Может быть, не знаю. Ну, во всяком случае... Я подозреваю, что тебе угощали кофе, и тут, наверное, угощают, мне кажется, мужчины. Я заметила, здесь, во Франции, нет такого бара, как у итальянцев, что ты приходишь, покупаешь сразу фуассан, и ты все это в баре, там огромный выбор, там кофе. У французов кофе невкусное, капучино они не умеют варить. У них редко ты можешь заказать в примуту, то есть свежевыжатый сок. Ну, именно они себя считают супер отличными заварщиками, как оно, бариста, потому что, допустим, в Норвегии, да, когда итальянец заходит в кафе, он видит там кафе мокко или там лассо, он говорит, как молоко там в кофе, у вас, наверное, без молока там кофе предпочитается такое именно стоящее. Ну, есть кофе эспрессо, это кофе стретто, то есть это кофе с пенкой такой, потом есть кафе макьято, это уже кафе макьято, это не кофе, это молоко и чуть-чуть кофе туда добавлено. Капучино это... Другое, наверное, никакое. Да, это уже специальная готовка. Куасаны там, у них формятся с начинкой. Когда я сказала французам, что у итальянцев есть начинка в куасане, то они смотрели на меня дикими глазами, как это возможно вообще, просто из вращения. А так, у итальянцев бриоши, у французов бриоши, у французов бриоши. Ну, получается, немножко так еда похожа, чем-то? Нет. У французов, конечно, более высокая кухня, там, если учитывать мишлановские, с мишлановскими звездами в ресторанах, то это более всякие вычерные блюда, которые, это просто произведение вкус кулинарного. Но в обычном обиходе у французов более кухня похожа на нашу. Это макароны с котлетами, там... Макароны с котлетами, да? Да, они делают, они едят, вот как мы, картошку с котлетами, у них нет какой-то ямцев, допустим, они чтобы макароны и еще там масло. С мясом или что, для них это просто ужин. У них первое, там, паста, второе, это мясо с листом салата и могут какой-то контор, но там, какой-то картофель или еще что-то. Уже интересно, такая разница. Я даже об этом не думала, расскажи лучше. Это именно, что вот, ну, каждодневная кухня, именно ресторан, там, или какой-то абитудине, это, ну, каждодневная то, что ты можешь встретить в любой семье. А культура вина, поглощение напитков, такая же? Ну, они так же аперитив там делают? Ну, так же делают, но единственная разница, что у Таняков, когда ты берешь аперитив, когда ты заходишь в бар, когда эпи-аур, то с бокалом сприца тебе дают целый поднос таких вкусняшек. Здесь во Франции тебе не дают никакого подноса, тебе дают просто бокал и могут даже не улыбнуться. Ужас, ужасно все. Расскажи про моды. Различаются модные француженки и модные итальяне? Конечно. Теперь, поживя в Италии, во Франции, я поняла, что именно во Франции все красивое пришло к ним из Италии. Каблуки и прочее это принесла Екатерина Медичи, она принесла и каблуки и все. Но во Франции мода только в Париже, и именно красивые и ухоженные женщины это парижанки. В остальных регионах и прочем француженки совсем не такие модные и ухоженные, как о них идет слава. В Италии, конечно же, ухоженные, красивые женщины и мужчины это насилие. Это Милана, это Верона, Венеция, естественно, Наполея. Я все-таки считаю, что стиль это подача и внутреннее наполнение человека, в которой одежду ты можешь как огранство, то есть можешь дополнить свой образ. Ты как бриллиант. Да. Тогда расскажи нам самый большой секрет, который вообще и приехала сюда, что ты меня соблазнила, секретом. Вот как, чтобы оставались руки молодыми, что делать? Ты не обещала какой-то сумасшедший секрет? Ну, этот секрет, допустим, мне рассказали, это восточные женщины, потому что Ориенталь, Восток, так как мы находимся в Ориентальном парке, именно эти женщины, они используют руки в танце и... Кисти тоже. Кисти, да. Для воздвижения всякие. Ну и руки и шеи, они всегда выдают возраст женщины. Ты можешь делать тысячу классических операций, но нет еще операций на кожу рук и на кожу шеи. Она всегда тебя будет. И, значит, маска для рук. Это... Мы берем яйцо, свежее яйцо, и делим, разделяем желток и белок в две разные чашки. И, допустим, сегодня мы используем желток, а завтра белок. Потом мы добавляем лимон, мы добавляем оливковое масло, и мы добавляем мед. И сколько всего там пропорций такие? Лимон? Ну, чтобы хватило на руки. Допустим, перед душем ты делаешь эту маску, а потом ты делаешь душ. Ну, как и я это делаю. Каждый день эту маску? Да. Прекрасно. Ну, руки надо сохранять. Девочки, закупаем яйца, делим белки в руки. Одно яйцо можно на два дня растянуть. А что осталось, я как понимаю, на шею? Нет, на шею это уже другое. Ну, вот Юлина подруга. Да. Мы хотим представить. Наталья. Она живет недалеко. Отчущаешь тепло от них или просто вежливость? Вежливость. Тебя угощают кофе? Всегда. Всегда. Я тебе сказала, товарищи, даже не завидуются. Она намного моложе нас. Это критерий успеха женщины. Если вас угощают кофе, то... Скажи нам про еду местную. Вы нравится это? Это да. Устрицы, это, конечно, прекрасно. Потому что мы с мужем ездили на океан, на берег. И с утра собирали устрицы свежие. И мы вообще были в восторге, что здесь специальная специфика, как их правильно открывать, как их кушать, с чем, с каким соусом, с лимоном или с вином. И здесь действительно очень вкусные морепродукты и разнообразное питание. Еда. Кухня здесь отменная. Потому что французы любят аперитив, любят кухню. Для них это своего рода такая традиция. Поэтому я была приятно удивлена тем, что кухня здесь располагает гостеприимство. Мне очень понравилось. Тебя не поразило? Меня, допустим, поражает, что они могут за столом проводить 3-4 часа спокойно. Я считаю, что для них это мера такая. Они общаются очень много на разнообразные темы. Мне это очень нравится даже. И есть чему получиться у французов. Потому что они дружелюбны друг по другу. Они всегда открыты. И вместе с тем они общаются. Даже не замечают счет времени. Я считаю, что французы очень культурные и общительные. И этому действительно можно поучиться. Прекрасно. Спасибо за твоё мнение. Хорошо, когда сравните. Потому что не всегда у нас одна и та же картина мира. И встречают. Люди у нас вокруг тоже не всегда одни и те же попадаются. В разных городах разные. Свет, а какое у тебя мнение по поводу общения французов? Как вы по счёту? Они общительные и улыбаются, потому что они культурные? Просто культурные? Либо они в душе такие настоящие? Я писала об этом уже тоже на фейсбуке у себя. Я чувствую изнутри, что они очень искренние. Когда в Норвегии, допустим, люди очень вежливо тебя в гости пригласили. И там угощаются. Но ты чувствуешь какую-то субординацию такую. Что они очень такие сильные националисты. И они тебя всегда к третьему миру к кому-то относят. А тут они меня воспринимают как свои люди. Наравно. Я это замечаю сама, что я у них учусь чему-то. И они меня спрашивают, тоже учатся у меня. Там у них такой тон поучительный. Типа ты приехала, а они не спрашивают, как там у тебя, что там у тебя. Они говорят, тебе нравится здесь? Ты говоришь сразу, ну да, нравится. И они не спрашивают, почему тебе нравится. Говорят, ну вот видишь, у нас класс. Они гордятся этим. И это тут тоже гордятся. Это нормально гордиться своей родиной. Но тут они тебя тоже принимают. То есть они и сами гордятся, и твою гордыню нормально принимают, что ты любишь свою родину. В Норвегии они не принимают тебя. Они тебе так, что ты переехал, значит у тебя все плохо. И они не понимают, что на самом деле, кто уехал, у нас лучшие кадры уехали. Лучшие люди, которые чего-то добились дома, они и уехали. Они так, что они нигде не нашли себя. И бомжуются. Что относительно. А в чем разница? Почему такая причина? Почему во Франции и так считают, относятся к иностранцам, а в Норвегии по-другому совсем? Ну мне кажется, очень много связано с тем, что в древние времена еще эти виды. Исторически так скажем. Исторически сложилось. Во-первых, они очень замкнуты, у них огромное расстояние между селами. И когда к ним первые русские заехали в Мурманск, то там люди ехали на заработки. Такие грязно рабочие. Именно сейчас инженеры едут. У них сложилось мнение, что из России едут проститутки и работяги. В принципе, это мнение у всех. Хотя люди приезжают, им должно оплачиваться, инженеры там оплачиваются. И квартира, и там у них зарплаты даже побольше норвежцы. Образованные люди приезжают, но норвежцы их воспринимают как просто 30-40 людей. Я не знаю почему. Наверное, не знаю. Кстати, Латвия же там тоже викинги. Так-то во мне может быть даже течет круг викинги. В тебе тоже викинги? Да. Может даже где-то. Хотя у вас интересно получилось. Да. Я разговаривала с девочками. Спасибо. Меня разговаривали. Все сказала. Наверное, там отписались уже половина. Вы отписывайтесь. Я ничего. Мне главное, чтобы со мной остались. Ну, мы так не будем говорить, что уехали лучшие кадры. Уехали и различные люди, и образованные, и интересные, и по-всякому. И интересные люди остались также в Украине, и в России, и в Латвии. То есть это все неоднозначно. Мы сравниваем просто, что надо открытым держать свой кругозор. Конечно. Когда я человека встречаю, к примеру, я не оцениваю его, допустим, по какой-то профессии, которую он приобрел. Да. Потому что социальное качество человека, соц. скилл, это 70%. Да. Как он общается, как он ведет себя, как он к другим. Готов ли он слушать меня, к примеру. Ну, да. Он будет мне получать, что я там что-то добился в жизни, и я вот тебя буду получать. Я не хочу с такими людьми общаться. Мне это не интересно. Я готова общаться с людьми, которые меня чему-то научат. И я у них научусь. И у нас будет обмен происходить. Да. Знаний и информация. Не так, что я приду и саду. Знаете, я приехала сюда, в эту страну, и очень рада. Но я ничего не умею, никогда ничего не видела. Вот я увидела, как люди живут, и я очень рада. Мне это не нравится такое. Я как бы против. Хотя да, конечно, я приехала, что мне может нравиться страна. В какой-то мере. Ну, здесь все в совокупности. И культура, и кухня, и климат. Я, допустим, уже 20 лет в эмиграции, поэтому мне уже сложно. Я даже, наверное, не смогу уже жить в Латвии. Потому что для меня это уже совсем другое. Другой мир, другие привычки и все другое. 20 лет уже прошло. Да. Ты даже больше меня намного слышишь. Да. У меня 13 лет сегодня. 12 лет осло и год вот здесь. У меня самый маленький срок. Полтора года. Ну, поэтому... Это новый. Поэтому у Наташи еще, у нее такое чувство, когда ностальгия. Она там смотрит, видит флаг Украины там. Да, я скучаю по Украине. И у меня большой патриотизм в душе, конечно. Я считаю, что у Украины большой потенциал. Но сложились так общательства, что сюда переехав, я чувствую здесь тоже комфорт, гостеприимство. Для меня это очень открытая культура. И менталитет меня здесь приятно удивил. Потому что люди здесь очень гостеприимные, культурные. Есть у людей поучиться. Поэтому я очень довольна. Ну, на самом деле, так и есть. Потому что, когда я уехала, первый год я помню, я приезжала в Киев там раз в полгода. Я землю готова целовать. Я выходила с аэропорта. У меня слезы на глазах. Я хочу прыгнуть там и землю буду есть. Как бы я радовалась. Сейчас у меня так спокойно уже. Я знаю, что это моя родина. У меня нет этих уже чувств. Просто потому, что я уже... Я человек вселенной. Я сейчас в Осло приезжала. У меня была Ностальгия у нас. Мы прилетели в Осло. Я не была там шесть месяцев. Я прилетела за дипломом. И я смотрю, и мне как бы слезы навыраживаются. Вот мой добрый, родной. Хотя я знаю, что мои францы лучшие. Но все равно это будет часть меня. У меня будет часть меня всегда норвежская, часть меня украинская. Это будет у меня. Это мой идентификация. И оно не уйдет от меня. Я не буду как-то это убирать. Люди собирают и говорят, ой, а я вообще там с краю. Я уже украинский не помню там. Я тут есть такая францужинка. Отрекаться от своих корней. Да. Это не так. Это плохо. Ну что ж, спасибо большое. Да. Да, спасибо вам девочке. Вы пойдете в Ориентальный парк. Здесь вы скорее всего найдете меня, так как мне здесь уже предложили работу. Так что я смогу официально вас здесь... Ну подвесьте сюда. Наталью не видно совсем. Она у нас тут. Смогу вас здесь привезти и рассказать вообще историю парка. А я хочу ее тоже показать, потому что очень красивая девушка. И я очень горжусь, что наши вот девушки, когда в парке, все смотрят нас видят. Нас сразу видят нас. Не потому что мы в красном. Да. Но тем не менее, нас любят. Да. Но кофе не хотят. Ну не всем. Мы выяснили так, кофе не всем не хотят. Да. Да. Кофе это такая... Как это сказать? Это показатель того, как женщина выглядит. Точно. Это показатель успеха женщины. То есть, если когда кофе перестают, меня вот тоже перестают уже угощать. Значит, одеваем побольше каблуков. Ну тогда обращаемся к Лане, чтобы она изменила нам Красим там, да. Делаем маски. И тогда... Жан-Пьер? Скажи что-то. О кофе. Можете купить для нас кофе? Да. Так скромно. Ладно, все, спасибо. Все, спасибо, всем спасибо. Пока-пока. Все, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok